Змейка, узкий коридор и заезд в гараж. Пройти их нужно за три минуты. За рулем прекрасная половина человечества. Ксения Новикова участвует в конкурсе каждый год. Дистанцию она прошла за две минуты. Вообще неплохо. Наконец-то я начинаю все лучше и лучше проходить эти препятствия. Все очень даже хорошо. Мне понравилось. Самая сложная для меня, наверное, была змейка, но вроде бы я ее тоже подтянула. За всем происходящим наблюдает опытная жюри. Ошибками считаются касание стойки, неправильная парковка, выезд за линию, сбитый конус. Целью данного мероприятия является повышение квалификации, уровня мастерства вождения среди наших прекрасных половин. Также усовершенствование уровня знаний правил дорожного движения. Прежде всего мы акцент сделали на безопасность, конечно же, потому что здесь присутствует и волнение участниц. Конкурс «Автоледи» проходит в городе ежегодно. Помимо практики, участницы также демонстрируют и знания теории. Европарковка очень тяжелая, там габариты очень маленькие. Можно было проехать лучше, просто, наверное, стресс. По итогам состязаний первое место и почетное звание «Автоледи-2023» завоевала Ксения Новикова. Второй стала Елена Минулина, а третий – Анастасия Новикова. А вот гран-при соревнований завоевала Алия Хакимзянова. Она обошла соперниц во всех этапах. Теперь ей предстоит защищать честь города в финале республиканского конкурса, который состоится в Казани. Все призеры были награждены дипломами, кубками и подарками. Денис Макаров, Артур Халин, Новости НТР.